Сами заходим. Разворачиваем заготовку и производим то же самое в обратном направлении. Дальнейшее доведение наружных граней до овального состояния снаружи производится наждачкой. Для того, чтобы хорошо и идеально обработать винт, нужно иметь наждачку не только на бруске, но и просто снятую. Сравниваем овал с наждачкой. Разворачиваем заготовку и производим то же самое с обратной стороны. После тщательной обработки наждачкой, когда у вас не останется ни одной раковины, винт будет завершён. Но именно не спеша, а спокойно наждачкой, сначала более крупной, потом более мелкой. А сейчас мы произведём разметку и прорезку винта в противоположную сторону, которая считается неудобной. Также оставляем безопасную зону. Далее размечаем шаг винта. И переносим нашу разметку на все четыре грани. И переносим нашу разметку. Так мы его размечаем в противоположную сторону, нежели мы размечали те предыдущие два винта. И переносим нашу разметку. И переносим нашу разметку. И переносим нашу разметку. Далее мы также отмечаем центр заготовки, чтобы можно было её нанизать на приспособление. Слегка углубляем. То же самое с обратной стороны. И вот здесь начинается то, чего не любят все. Пилить данную заготовку делать пропилы очень неудобно. Поэтому есть в этом проблема. Пилить данную заготовку делаем. Пилить так же от по граням, до средины между гранями. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далее пропиливаем по плоским линиям Так же как и тогда миллиметров на пять Крайние сходы делаем миллиметров пять Там где можно углубиться А в концу сходим на ноги Крайние сходы делал DimaTorzok Крайние сходы делал DimaTorzok Крайние сходы делал DimaTorzok Крайние сходы делал DimaTorzok Далее как и в прошлый раз мы делаем скругление заготовки Крайние сходы делал DimaTorzok Крайние сходы делал DimaTorzok Тоже самое делаем развернув заготовку Доводим до центра сравнивание Далее прорезаем Прошу обратить внимание косяк разворачивается в другую сторону Так же от середины по линии пропила Далее прорезаем 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Далее, так же как и в прошлый раз, проходим черновой проход. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Далее начинаем чистовой проход. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Для начинающего лучше любой из тех прорезов, что я произвожу, производится 2-3 раза. Добавил субтитры DimaTorzok Далее, так же как и в первый раз, приступаем к сравниванию Рашпилем. Добавил субтитры DimaTorzok Если попались большие перепады, недорезы, так называемые, лучше сразу их слегка удалить, чтобы рашпилю было легче проходить эти места. Разворачиваем заготовку и делаем то же самое с обратной стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 еще раз хотелось бы мне обратить